привет дорогой друг мы уже давно с тобой не виделись а уже лето середина июня и выходили видео по причине того что я продал свою бмв хотелось что-то новенького но когда я ее продал я понял что денег не хватает в принципе на нормальную тачку которой я бы хотел хотел бы я е-46 трехлитровую либо уже насобирать на f10 побыв два месяца без тачки на меня настигла тоска и я очень долго мучился и катавшись на маршрутках и ходившим пешком поэтому мониторил периодически доски объявлений может быть что-то интересное бы на мой бюджет подвернулась в итоге последний месяц я каждый день мониторил доски объявлений для того чтобы найти себе какую-то колесницу под жопу и тут выплыла эта тачка по довольно приятному ценнику плюс удалось торговаться автомобиль из одной семье был около шести лет и за автомобилем следили в принципе состояние у него очень удовлетворительно за свои бабки за первые две недели я проехал на нем уже почти полторы тысячи километров такие километражи для бэхи были непозволительно роскошь с расходом в 13 литров здесь же расход 8 литров я считаю что с данным ниссаном не очень повезло потому что я по факту его купил по цене шигуля а 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 по тачке долго думал снимать или не снимать видеоблог потому что все-таки основная тематика у меня была бмв но некоторые ситуации уже с этой машиной были и некоторые работы я по ним провел уже заменил передние задние колодки отполировал кузов потому что он был матовый сейчас он глянцевый довольно таки неплохом состоянии и покрасил пластик внутри салона и покрыл лаком чтобы выглядело намного красивее поэтому мне важен твой комментарий и готов ли ты смотреть про эту тачку комплекте мне досталось магнитола пионер которая на флешках и с аук спортом что является довольно неплохим подгонщиком от хозяина также хозяин в подарок мне отдал комплект летний и комплект зимней резины зимняя резина новая хозяин отъездил на ней всего лишь один сезон поэтому у меня есть запасная резина и я планирую какое-то время покататься на данной тачке потому что она не доставляет столько геморроя плюс она дешево в обслуживании и с маленьким расходом она на бензине газа здесь нет ну расход 8 литров в принципе это после 13 литров на пмв офигенно реальная экономия но из-за того что я стал больше ездить по деньгам на бензин выходит примерно то же самое но теперь я стоимость километра у меня намного ниже эти мне дали два ключа плюс тут есть сигналка центральный замок сигналка двухсторонняя правда это вот запасной брелок я использую потому что основной брелок был поломан и этот выглядит посимпатичнее компактней несмотря на то что тачке 30 лет салон здесь не дырявый абсолютно чистенько ухожена потому что предыдущий хозяин возил детей ну и плюс тачка была 6 лет семье соответственно за ней следили и не угандашивали ее здесь непривычно что нет тахометра только спидометр но я так понял предыдущий хозяин вывел такое табло на нем показываются реальные обороты двигателя в принципе я уже приловчился могу подсматривать ну и естественно тачку через время начал чувствовать уже переключаясь на автомате здесь 5 ступенчатая коробка передач предыдущий владелец сказал что уже поменял коробку потому что третья передача работа есть ручник не зря говорю потому что у меня ни на одной бмв он полноценно не работал тут ручник прекрасно работает несмотря на годы поэтому решил похвастаться можете обратить внимание на блестящий пластик это я уже покрыл лаком краской потому что он был выгоревший уже некрасивый плюс напидорил торпеду кремом теперь внешка в салоне плюс 200 баксов к цене в общем я очень рад что я нарвался на такой экземпляр потому что реально я ездил смотрел несколько машин были просто мусорки реально гнилые мусорки которые стоили дороже сейчас уже вот машина у меня в эксплуатации практически месяц я сделал страховку заменил колодки а на очереди у меня замена свечей там такое самое главное кстати что здесь двигатель хоть маленький 14 но он на цепи то есть тут нет у меня грамм с которым нужно мучиться цепи тут ходят очень долго поэтому я думаю что проблем не грамм не доставит это очень считаю важным преимуществом этого двигателя работает он пор вы после бмв крайне тихо я иногда даже не понимаю что тачка заведена когда нахожусь на улице поэтому пока что приобретением доволен как поджопник это идеальный вариант потому что есть крыша есть музыка куда надо сел поехал кстати забыл сказать что мопед я также продал и продал машину теперь откладываю деньги на покупку и 46 3 литровую ну либо если уже пойдут дела в гору то возьму себе бмв f10 про эту тачку я пока не знаю скорее всего я ее оставлю для жены чтобы она на ней училась скажем так ездить это идеальный вариант для того чтобы научиться она легенькая единственно что здесь нету гидроусилителя это может быть трудностью для девушки вот так решил поделиться своими новостями которые произошли за это время ты не забывай подписаться на канал если ты не подписан ставь лайк и я жду от тебя обязательно комментарий интересно ли тебе будет смотреть про то как я ремонтирую или езжу на это автомобили nissan сани 14 1990 год спасибо пока